Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмили, и сегодня я снимаю для вас мукпанк. У нас сегодня скумбрия, она целая. Мама купила 6 или 7 штук. Ну, в общем, закупка продукта, вы увидите это все. И здесь у нас такой вкуснейший салатик, который я приготовила сама. Просто нарезала огурчик, здесь у нас помидорки, немножко прям чеснок. Я люблю с чесноком. Мне никуда сегодня не надо, поэтому почему бы нет. Вареная картошка. Сверху тут приправа хмели-сунели. Это очень вкусно. Слава богу, Шелли частенько ездит в Грузию, и она оттуда мне приводит. Кто знает в Баку, где можно купить эту приправу, пишите в комментариях. А то неудобно как-то каждый раз просить ее. Вот, а здесь не знаю даже где купить, но приправа вообще бомба, она так пахнет. О чем сегодня мы с вами будем говорить? О жестокости по отношению к детям. Кто подписан на мой инстаграм, тот в курсе, вы видели видео, которое я опубликовала у себя в истории. Это же просто ужас. Женщина берет, сначала бьет ребенка. Берет за волосы, вот так вот трясет. Потом дышит. У меня просто сердце чуть в пятки не ушло. Я не понимаю, как можно оправдывать таких людей. Вот что она говорит в свое оправдание, вот мне просто очень интересно. Когда взрослый мужчина, например, бьет взрослого мужчину, то тут понятно. А когда ребенок беззащитный, невинный, ну что она сделала такого? А потом в конце... Ну вы сами видели, да? На полу просто из-за всей дури она... Долбасит ребенка, ну как так можно? Я специально опубликовала у себя в истории. И прошу вас, ребята, у кого есть возможность, просто репостните к себе на страницу. Не мою историю, а прям вот эта вот страница, которая опубликовала это видео. Возьмите оттуда и репостните к себе в историю. Когда ситуация становится общественной, то уже правоохранительные органы вмиг находят человека, который вообще снял это видео, вот так вот жестоко обращается к детьми. Я была шокирована. Не нужен тебе ребенок? Отдай в детский дом. Не хочешь? Изначально не рожаю. Ну зачем рожать, а потом так издеваться, так избивать? В общем, ребят, это ужасно. Мне подписчики начали скидывать информацию, что это произошло в Северной Осетии. И что мать разыскивается. Но проблема в том, что там не слышно маму. То есть непонятно, чей голос, чья квартира. Помните, в прошлый раз, когда был этот скандал с ребенком, которого просто брали за ногу, родители, находящиеся в наркотической зависимости. Там лицо родителей, имя, фамилию, отчество ребенка. Там все было. Мне кажется, тогда было проще найти. Сейчас очень сложно, потому что непонятно, кто, как, кого бьет, откуда ребенок. Там много чего вообще не видно. Мама ничего не говорит, просто бьет. В общем, слабонервным даже не стоит смотреть. Мой парень, он очень-очень любит детей. Он был в таком бешенстве. Когда это увидел. Мне очень жалко бывает, когда какое-то насилие именно по отношению к детям, к пожилым людям и животным. Когда я узнаю, что кто-то с кем-то подрался, я думаю, ну, блин, наверное, что-то произошло. Подрались. А когда перед тобой львинное существо, которое не может тебе ответить и дать сдачу, очень легко так добить. В общем, давайте не будем о грустном. Под фотографией своей в инстаграме прочитала комментарии. Девочка пишет. «Алька, скажи честно, вы же расстались с парнем, вы не видитесь, где он находится. Он куда-то уехал, почему ты не делишься с нами своими переживаниями?» Так вот, дело не в переживаниях, то есть нету никаких переживаний. Все отлично, все офигенно. Мы видимся. Мы каждый день общаемся. Просто момент нашей встречи я раньше как бы в инстаграме снимала, а сейчас я его лицо показать не могу. Сколько мне снимать его ноги, руки? Пропускаю эти моменты. А так, в общем и целом, все хорошо, не переживайте. Если было бы плохо, я бы обязательно вам рассказала. Были некие трудности, но сейчас все хорошо, слава богу. В общем, я ему скидываю это видео, и он просто в шоке. До меня просто, знаете, одно не доходит. Люди делают какие-то, например, насильственные действия. Зачем они это снимают? Вот реально, зачем? Возможно, люди психически ненормальные. По-другому оправдать такие деяния. Я просто не знаю как. В общем, я пытаюсь не касаться этой темы. Ну да ладно, не получается. Нарисовала, наконец-то, раз в ту летку нормальные ровные стрелки. Рыбку лучше покупать не в супермаркетах, а на рынке. На рынке она стоит почти в два раза дешевле. Сегодня мама ездила. Почему сегодня мукбанг был так поздно? Мы решили бабушке сделать подарок и купили ей платье и оно очень понравилось. Очень странно. Потому что ей очень трудно угодить. То, что, например, мы покупаем, ей не нравится. То, что ей нравится, очень трудно найти в магазинах. Вроде как моя двоюродная сестра купила ткань и они вроде ей шили платье, которое она хочет. и то ей не понравилось, как шили. То есть, несмотря на то, что ей 90 уже почти, у человека есть вкус и не все нравится. В этом плане немножко сложно. но самое главное, нам удалось ей угодить. Ваше здоровье! заходишь в любой магазин, везде молодежные модели. Она хочет платье, как в 90-х, например. Ее размер она носит 54. Там, не знаю, какой-то цветной орнамент, какой-то принт. Все, она это носить не будет. Ей подавать только черное. Я говорю, почему, бабушка? Какая разница, черное, не черное? Не в траву ли же? Почему обязательно черное? Она говорит, вот у меня возраст уже не тот. Не хочу я цветное. Люди будут смеяться. Я говорю, бабушка, кто над тобой посмеет, посмеяться. Я говорю, все наоборот в Ютубе хвалят тебя. Всем кажется, какая ты милая. В общем, вечно она думает о чужом мнении. Кому-то что-то не понравится, еще что-то. она вообще в свое время жила в семье, то есть вышла замуж в семью, где было 13 человек. И на 13 человек нужно было готовить. За 13 человек нужно было убираться. Она была невестка. И в те времена как бы невестки должны проделывать всю работу домашнюю дома. И через все это она прошла. Ни с кем не поругалась. То есть она достаточно неконфликтный человек. Например, стираешь вручную. Я очень извиняюсь, памперсов, например, нету. стиральной машины нету. Гладильные доски нету. Утюга нету. То есть ну как выполнять всю работу по дому? Я уже молчу про пылесос и про посудомоечную машину. То есть конечно же тяжело. я бы например если бы жила в том веке в котором живет бабушка я бы просто не вышла бы замуж. Не знаю как круто наша жизнь меняется с каждым годом и просто интересно что будет когда я например стану бабушкой мои внуки уже наверное будут слуш бабуль это я в космос слетаю и обратно я такой ты че в космос это же очень опасно такой внук да бабушка да хватит времена поменялись сейчас в космос выгоняю там вечеринка будет с друзьями я такая постой внук это просто была пушка одна рыбка одна помидорка огурчик и две вареные картошки было нечто спасибо что досмотрели это видео до конца ставьте лайки подписывайтесь я вас всех очень сильно люблю с вами была Эмили пока